Вы как люди публичные всегда стараетесь как-то определенным образом выглядеть для того, чтобы достойно пристать, предположим, перед камерами. А важно ли вам окружать себя красотой? То есть если такое, что вот дома вы тоже стараетесь как-то привнести какую-то красоту, я не знаю, стилизовать как-то пространство, в котором вы работаете, живете. Очень светло, очень красиво. Ну и темно. Потому что Кэти нужно больше дома отдыхать, а мне нужно больше дома вдохновлять. Я вдохновляюсь, я работаю дома. Поэтому у меня квартира полностью вся белая, а у Кэти... Хотя в спальне у меня тоже, в спальне тоже белая. Да, один дизайнер нам делает, а левая, как в таразе. Очень классно. Пока вы ищете все-таки контакты замечательного дизайнера, знакомого Кэти и Саши в интернете, сейчас мы посмотрим о трендах в интерьере и в дизайне в тренде лап на Эллоу. Мода – это эстетический идеал красоты, сформированный окружающей нас средой. Ну а какая среда нас окружает? Конечно же, интерьер. Поэтому сегодня мы поговорим о трендах, которые нас окружают. Какой интерьер у тебя дома? В каком стиле? В стиле Прованс. Всего по чуть-чуть. В стиле хай-тек. Немного ретро, немного стиле Прованс. У меня сейчас такой смешанный стиль. Кухня хай-тек, гостиная такая больше арт-деко, спальня вообще икея, честно говоря. Стандартный, модерн, я не знаю, как это назвать. Ну не авангардный точно, и не классический. В каком стиле интерьер? Кто заходит в мою комнату, они все удивляются от моих обоев. Это нереальная абстракция черно-белого цвета. И заходишь, и получается, что ты вокруг медуз каких-то черных. Эклектика абсолютнейшая. Ну, просто уютно, хорошо, нет единого стиля. Понатыкано из разных. Что нравится, то и стоит, лежит, валяется. И вот в этом интерьере наверняка есть какой-то любимый предмет, который ты можешь вспомнить сразу. Может быть, он дизайнерский или чем-то тебе дорог? Какой-то интересный. Только мои музыкальные инструменты. Какой любимый? Гибсон, лэс-пол, гитара. Такие светильники, которые как будто бы из стены выплывают на тебя. Дизайнерский арт-стеллаж икея. Рядом со мной находится Андрей, руководитель дизайн-галереи, который сейчас нам расскажет о современных тенденциях в дизайне интерьера и во всяких... Интерьерных объектах. Андрей, расскажите нам, пожалуйста, чем порадовали дизайнеры нас? Порадовали, во-первых, разнообразием материалов для привычных уже вещей. Если эта миска упадет у вас из рук, как у неумелой хозяйки, то она останется в целости и сохранности. Такой достаточно устойчивый тренд, и его пользуют очень многие дизайнеры. Хотел бы обратить внимание на, скажем, даже уже немножко черчур известного Карима Рашида. Делал для компании Олеси интересную хулиганскую версию подносов и вас для фруктов и так далее. Обратите внимание на эти замечательные стулья. Эти стулья родственники, но с таким, с достаточно большим временным разрывом. То есть как дедушка и внучок, может быть, даже еще больше. То есть этот стул, созданный в 60-е годы Вернером Пантоном, известным датским дизайнером, является классикой, знаковым объектом вообще всей эпохи. А это свежая версия от Фабио Новембро, сделанная с юмором, весело, легко. Ну и использовался здесь такой природный дизайн. Заказывайте стулья с попами не только своих девушек, но и своих бабушек, своих дедушек. Вот это будет интересно, мне кажется, смотреться. Марсель Вандерс для компании «Алеси» сделал новую линейку посуды. С одной стороны трендовый, с другой стороны провокационный художник. Но сейчас он уже шел в большой оборот с точки зрения пускопродукции его самыми ведущими компаниями, производящими дизайнерскую продукцию. Некий барочный обрез, такой заливающий слой орнамента сложного, но используется достаточно минималистично, потому что он используется на разных поверхностях. Таким образом вместе составляют такой интересный ансамбль. В предметах интерьера мы выделили три основные тенденции. Это подмена материала, природные формы, геометрия и вещи, которые не так сильно практичны, как просто радуют глаз и ухо обывателя. Расскажи, Кэти, про юбилей вашей группы. 25 лет? Да, да. 25 лет так же, как и мне. Вот. Мы будем праздновать 23 апреля у Кремлевский дворец. Масштабно. Все круто, все хорошо. Будет такое шоу. Приглашенные какие-то гости. Саша пригласил уже? Саша пригласила? Мне кажется, даже приглашение не нужно. Ну да, я и так пойду. И очень будет интересно, потому что будут новые песни, будут звездные гости, которые будут перепевать наши песни. Короче, будет круто. Проезжайте, приходите. 23 апреля к Кремлевский дворец. Я Александр Арутинов. Кэти Тапурия. И Снежина Кова, специально для Трендила. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok